Ежемесячный отчет отдела аналитики группы компаний бюллетей недвижимости по Петербургу и Ленинградской области. Первичный рынок. По итогам прошедшего месяца на рынок жилья Петербурга вышло 9 новых объектов, 4800 квартир и 225 тысяч квадратных метров жилья. Это на 6% меньше, чем в августе, когда было выведено 11 новых объектов и чуть больше 5000 квартир. В Ленинградской области в сентябре было выведено 7 новых объектов, 2600 квартир и 95 тысяч квадратных метров жилья. Примерно те же показатели были отмечены в августе и в июле. Распределение выводов в продажу новых домов по районам показало, что в сентябре лидером являлся все тот же Всеволовский район Ленинградской области. Там в продажу поступило 7 новых объектов. В Приморском – 3 новых дома, на Васильевском острове, в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах города по одному. В прошедшем месяце наиболее популярными у застройщиков Санкт-Петербурга были однокомнатные квартиры. Их было выведено 51%. Квартир студий – 19, двухкомнатных квартир немного меньше – 18%. Доля трехкомнатных квартир составила 11%, а квартир с четырьмя комнатами и более – 1%. В Ленинградской области лидерами в сентябре являлись по-прежнему однокомнатные квартиры. За месяц их было выведено 41%. В студии появилось 35%. Доля двухкомнатных составила 18, трехкомнатных – 6, а квартир с четырьмя комнатами и более выведено не было. Минимальную цену из предложений в городе имела студия площадью 21 квадратный метр. Ее стоимость – 1 миллион 200 тысяч рублей. И однокомнатная квартира площадью в 33 квадратных метра. Предлагалась она за 1 миллион 500 тысяч рублей. В Ленинградской области минимальная цена за 18-метровую студию составляла 777 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью 26 квадратных метров предлагалась за 1 миллион 99 тысяч рублей. В текущем году, по сведениям аналитиков группы компании «Бюллетень недвижимости», минимальная цена за квадратный метр зафиксирована по-прежнему в апреле – 98 860 рублей. В сентябре стоимость квадратного метра повысилась на 0,67% и составила 102 300 рублей. На сегодняшний день это максимальный показатель 2016 года. Показатели средних цен ближнего пояса в прошедшем месяце наоборот уменьшились по сравнению с августом на 0,88% и составили 68 500 рублей. Минимум средних цен был зафиксирован в январе – 67 246 рублей. Вторичный рынок В сентябре средние цены на вторичном рынке Петербурга снова повысились до максимума и составили 104 800 рублей за квадратный метр. В феврале стоимость квадратного метра вторичного жилья равнялась 102 900 рублям. Это пока минимальный показатель за 2016 год. В августе минимальная цена предложения за комнату в Петербурге отмечена в Красносельском районе на улице Политрука-Пасечника – 750 000 рублей за 12 квадратных метров. В том же Красносельском районе по улице Мичурина на конец месяца была в продаже однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр по минимальной цене в 1 750 000 рублей. В Ленинградской области минимальная цена вторичного жилья отмечена в Лужском районе в городе Луге. Там на конец месяца на сайте bn.ru предлагалась комната площадью 11 квадратных метров за 360 000 рублей. Минимальная цена двухкомнатной квартиры отмечена в Бакситогорском районе Ленинградской области, в поселке Бор. Ее площадь составляет 44 квадратных метра, а стоимость – 400 000 рублей. Это были актуальные цифры за сентябрь. Более подробную отчетную информацию от отдела аналитики группы компаний «Белетюн недвижимости» вы сможете найти на нашем портале bn.ru.